Всем добрый день, меня зовут Алена Мартиянова, я дизайнер интерьера и сегодня я вам покажу реализованный проект. Я Алексей Захарчук и вы на канале Будни строителя. У меня на канале также будет появляться Алена Мартиянова и рассказывать вам о ремонте глазами дизайнера, а также о своих дизайн-проектов. Поэтому, чтобы не пропускать, обязательно смотрите данное видео до конца и подписывайтесь на канал. Сегодня я вам покажу квартиру для молодой семьи. Квартира площадью меньше 50 метров. Когда мы делаем небольшие квартиры, здесь главная особенность – это много функционала, которые нужно разместить. Но на самом деле работать с такими квартирами даже интересно, потому что кучу деталей нужно предусмотреть, чем с большими площадями, где нужно придумать функционал, делать дополнительные зоны отдыха. Поэтому посмотрите, что у нас получилось. От застройщика у нас была планировка неплохая, но были сложности, которые нужно было исправить. У нас есть студия плюс спальня. Из спальни есть выход на балкон и в гардеробную. То есть застройщик предусмотрел в этой квартире гардеробную отдельно. Также есть два снузла. Один из которых мы использовали для ванны, стиральной машины, раковины, а второй мы использовали для унитаза и раковины и хранения. Особенностью этой квартиры является то, что при входе у нас три стены, на каждой из которых есть проем. А значит, мы не можем разместить полноценный большой шкаф для хранения сезонной одежды. Эту особенность мы исправили. Также из сложностей было то, что у нас не большая кухня-гостиная, а в ней большой функционал. Это зона кухни, зона столовой, зона просмотра телевизора, некая мягкая зона, а также мы туда разместили кабинет. Наш клиент любит заниматься фотографией, ему нужно было рабочее место. Я всегда рекомендую клиентам делать рабочее место не в спальне, потому что спальня – это зона отдыха, а гостиная – это зона бодрствования, и там у нас этот функционал допустим. Потому что когда два человека, то есть одному будет неудобно в спальне, если кликает мышка и шумит компьютер. Клиенту было предложено несколько вариантов планировок, одним из которых было то, что мы диван размещаем посередину комнаты. Но комната небольшая, поэтому от этого варианта мы отказались, и мы сделали самый просторный, можно так сказать, вариант, где кухня у нас встала в нишу, рядом с ним диван, и с дивана мы можем смотреть телевизор через обеденный стол. Но чтобы не было проблем, чтобы стол не перегораживал телевизор, мы сделали невысокие стулья. А зону кабинета мы разместили около телевизора, на подвесной тумбе, то есть мы можем использовать как кабинет эту зону или просто как красивую тумбу. Что же у нас в итоге получилось? Мы отделили зону кухни, у нас получилась вполне удобная угловая кухня, ее мы отделили специальной стеной, чтобы зона дивана не пересекалась с мебелью. А таким образом у нас выглядит кабинет, он предназначен для ноутбука или для моноблока, ну, либо для стационарного компьютера, если нужно. И если этого не будет, то в целом у нас законченная интересная композиция около телевизора. Немножко расскажу еще о спальне, с чем мы здесь столкнулись. Спальня в этой квартире получилась вполне большой, даже многовато места. Спальня у нас вытянутая, и за изголовьей кровати у нас длинная стена. Ее нужно было декоративно изменить, чтобы она не смотрелась слишком вытянутой. А также мы смогли разместить здесь туалетный столик для супруги. Сейчас я хочу рассказать об дизайнерских идеях, которые здесь были применены. Мы с клиентами изначально согласовывали бюджет. Конечно, бюджет очень сложно прогнозировать, но мы можем за счет удешевления отделочных материалов какие-то вещи подправить по бюджету. Мы озвучили средний сегмент стоимости материалов, а от этого у меня и складывался дизайн проекта. Когда мне озвучивают небольшой бюджет, я стараюсь работать цветом, потому что им очень классно можно отыграть пространство. А также всегда проговариваю клиентам, что на каких-то вещах мы не будем экономить. Конечно, мы можем говорить про напольные покрытия, про двери, но сейчас не про функционал, а про именно приемы дизайнерские. То есть все равно я их использовала, всевозможные декоративные элементы. Мы даже проговорили, что если мы их уберем, мы сэкономим где-то процента 2, наверное, от стройки, я думаю, даже меньше. Но уберем всю соль интерьера. На тот момент, когда этот интерьер реализовывался, например, не было такого выбора 3D-панелей. Мы уже экспериментировали с тем, что есть. Оно было достаточно дорогое, и поэтому я делала какие-то вещи с помощью молдингов, либо каких-то других приемов. То же самое касалось напольного покрытия. Оно у нас в виде елочки. Так как елочка – это обычно дороже материал, мы нашли материал, который имитирует елочку, и в целом сохранили дизайн. Также, если мы говорим про мебель, которую в будущем мы также реализовывали, то здесь мы применяли интересный прием. Мы делали фартук из керамогранита, и под него сделали столешницу из пластика. Удалось найти идеально подходящую. Конечно, когда мы делаем что-то под мрамор, здесь проще находить одинаковые материалы в разных вариациях. То есть, потому что это все один и тот же мрамор, просто он по-разному делается, разными материалами. А сейчас хочу рассказать про зону как раз там, где у нас рабочее место, и тумба под телевизор. Здесь хотелось применить дерево, хотелось применить 3D-панели, но более дешевый способ – это использовать ламинат, который обычно мы клеим на пол. Есть особенность у ламината – у него есть толщина, соответственно, если мы ее оставим и никак не закроем, то это будет неэстетично. Мне хотелось избежать всевозможных уголков, которые также не придают эстетичного вида, и поэтому я использовала 3D-панель, и с помощью нее сделала эту стену разного уровня. То есть, с помощью этой панели я прикрыла толщину ламината, и мастера смогли очень хорошо подрезать ламинат, и получилось вполне набротно. А под мебелью 3D-панели мы не крепили, чтобы можно было в будущем хорошо смонтировать мебель. Та же самая история у нас и в спальне. Здесь используется несколько материалов, они имеют разную толщину. И тоже, если мы их будем просто клеить, то эта толщина никак не закрытая, будет смотреться незаконченным. Для того, чтобы этот эффект исправить, мы использовали молдинги как раз на пересечении материалов. Здесь мы с вами видим зеркало, далее идет молдинг толщиной в сантиметр, далее идет покраска, и на этой покраске у нас размещен светильник для одного из членов семьи. Снова молдинг, красивая фреска, которую выбрали клиенты, которую мы согласовали. И дальше молдингами через равное расстояние завершается эта стена. Если мы говорим про вообще выбор цветовой гаммы и идей, которые были, не сразу была принята кровать в этом цвете, потому что это не типичный цвет. Сейчас, конечно, таких интерьеров очень много в таких гаммах, вообще вот этот насыщенный розовый. Но поначалу было сложновато клиентам это принять, но удалось это показать на примерах, показать материалы вживую, и ребята рискнули. Еще из особенностей, ну скажем, удешевления, наверное, интерьера, но чтобы он смотрелся хорошо и качественно, мы используем часто натяжные потолки. Сейчас они по разной стоимости, это зависит от примыкания потолка к стене. Если мы используем недорогое решение, это стандартное примыкание, которое обычно закрывается резиновой вставкой, честно говоря, интерьер удешевляет визуально. Поэтому мы делаем карнизы потолочные, которые прикрывают это примыкание, крепим мы их только к стене и прикладываем, так скажем, прислоняем к потолку. Для того, чтобы это сделать, периметр этим карнизом закрыть, мы опускаем гипсокартоновые короба там, где это нужно. То есть там, где у нас кухня, там, где у нас шторы, чтобы штора заходила за карниз. Это выглядит эстетично снова же. И проговаривая вновь про бюджет, также проговаривали с клиентом, что, сколько будет стоить. То есть мы где-то вложились, как я сказала, про стены, то есть мы взяли недешевую фреску. Ну, то есть это не просто фотообои, это фреска нормальная, качественная, которая долго прослужит клиентам. И она и на ощупь приятная, то есть ее прям видно, она очень симпатично выглядит. И также в гостином мы использовали в зоне дивана обои. Это единственные обои вообще во всей квартире, которые тоже такие необычные, отражали цветовую гамму и вообще весь интерьер. Я стараюсь готовить проекты так, чтобы их можно было реализовать в любой точке нашей страны. И здесь такой же пример, то есть часть мебели мы делали здесь нашими силами, наших мастеров. А часть мебели мы заказывали в интернет-магазинах. Я находила их заранее, прописывала в проекте, и клиент заказывал их доставкой к себе домой. Давайте посмотрим материалы, которые использовались в этом проекте. После того, как мы согласовали с клиентом визуализацию, мы выезжаем в магазины и смотрим материалы, которые использовались в визуализации вживую. Перед встречей с клиентом я выезжаю в магазины самостоятельно и подбираю материалы друг к другу, чтобы сэкономить время. Сейчас я вам покажу, что конкретно здесь у меня на столе представлено по этому проекту. Мы работаем сначала с акцентных стен. Акцентная стена у нас за изголовьем кровати. Это фреска. Здесь она представлена в цвете Color 2. И акцентная стена за диваном. Это обои российского производства. Флизелин, его очень качественно. Люблю их использовать. У них интересные современные декоры. Под них я в будущем буду подбирать все материалы. Также у меня здесь представлен веер краски, с которой я работаю. Я работаю с разными видами краски. Здесь конкретно представлен Deluxe. И мы работаем с ними, с их веером. И в том числе я беру на примерку образцы дверей. Здесь у меня двери Profile Dors, тоже российского производства. В двух оттенках, потому что у нас были линии глянцевые на дверях. И тоже их примеряю к основным материалам. Еще у меня на столе представлено напольное покрытие. И мы подбираем керамогранит. Как я уже сказала, основным у нас являются акцентные стены, материалы, которые уже существуют. К ним проще всего подобрать оттенки краски. Еще одним сложным элементом, назовем это так, являются двери. Потому что у них, если мы делаем их в пленке, есть определенные цвета. Иногда они делаются по вееру NCS или RAL, но не у каждого производителя. Поэтому, если мы выбрали материал в пленке, то тоже берем его на примерку. И вот у нас два основных материала, под которые мы будем подбирать цвета. Мы стараемся подобрать по тональности похожий оттенок стен. Допустимо сделать на полтона, на два тона даже светлее, либо темнее этот оттенок. Самое главное соблюсти тональность. То есть у нас здесь мы видим более желтый подтон. И поэтому будем подбирать оттенок стен с таким же подтоном, то есть более коричневатый. Если мы смотрим на оттенок голубой, то здесь тоже мы смотрим, какой основной цвет заложен в этот тон. Здесь зеленоватый оттенок в голубом тоне. Он здесь повторяет цвет обоев, его используем. То есть стараемся не уходить в более лиловые, либо сильно зеленые цвета, чтобы в общей массе цвет соответствовал обоям. Так как двери у нас везде одинаковые, соответственно, они и будут основным оттенком. К ним мы подбираем и другую акцентную стену. Здесь хотелось сохранить цвет, поэтому используем розовый вариант. Конечно, можно было использовать более бежевый, но у нас идея была завязана с этим оттенком. И к нему мы применяем наш основной цвет. То есть снова говорю, что полутона допустимы, когда это все в общей тональности. В том числе для понимания общей картины, хоть у нас есть визуализация, но не все элементы клиент может заметить в них. Я показываю клиенту, из чего у нас будет сделан плиндус, из чего у нас будет сделан потолочный карниз. И если есть в проекте молдинги, 3D панели, то есть все-все декоративные элементы, которые применимы в этом интерьере. Еще одним важным этапом подбора материалов является подбор материалов мебели. Его мы снова смотрим на фоне отделочных материалов, если мы это делаем перед строительными работами. И примеряем оттенки будущей мебели. У них свои веера используются для этого. Если мы говорим про корпусную часть, то есть это полки, это боковинки у шкафов, то стараемся подбирать их к напольному покрытию из ЛДСП. Сегодня я вам показала один реализованный проект. Это квартира для молодой семьи. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и не пропустите новые обзоры.